Добрый день, дорогие друзья! Сегодня героем нашего сюжета станет удивительное растение. Растение, которое в древнем Китае символизировало богатство, благополучие и любовь, которым могли восхищаться в своих садах лишь члены императорской семьи. Цветок, который по греческой мифологии получил название в честь легендарного врача, умевшего лечить даже богов. Растение, без которого в свое время невозможно было представить ни одну дачу ленинградцев. Прошу познакомиться, его величество пион. Мы с вами находимся в ботаническом саду Петра Великого, где в эти дни проходит седьмой по счету фестиваль пионы северной столицы. За погодой фестиваль был принесем на две недели, но тем не менее, несмотря ни на что, праздник состоялся. Предлагаю вам вместе с нами посетить это мероприятие. Говорят, нас там ждет более 200 сортов пионов, включая самые редкие и удивительные. Дорогие друзья, добрый день! Мы рады приветствовать на седьмой выставке пионы северной столицы. Несмотря на катаклизмы, которые случились в этом году в нашем городе, мы все-таки открылись, хотя и в июле. Как вы знаете, наверное, что все до этого выставки у нас проходили в июне, но тем не менее, мы смогли сделать и в этом году. Мы представили на первом показе около 200 сортов, но поскольку выставка у нас будет продолжаться в течение недели до следующих выходных, мы будем каждый день менять растения, и я думаю, что если вы придете к нам на шоу пионов, которое состоится в воскресенье, то там будут уже совершенно другие сорта, не те, которые сейчас представлены, уже будут распускаться поздние красивые большие душистые белые розовые пионы, и мы их вам также сможем представить. А если вы придете вот буквально в ближайшие дни, то вы еще сможете застать на нашей выставке цветение коралловых пионов, которые уже вот, ну, должны уже практически отсвести в наших садах. Так что мы вас ждем, приходите, думаю, что понравится. Субтитры создавал DimaTorzok